МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиция занесения лепших предприятий на областную дошку гонору на передние дня працы заявилась 10 годов тому. Это Данина Пава и прационным коллективам за их штадионную пленную працу. Разом с тем тут и лепшие регионы по выниках социально-экономичного развития за минулый год. Все лето перемогу в своих номинациях отримали Мазырский, Наравлянский и Житковицкий районы. Это тот результат работы всей общей команды, как и промышленности, сельского хозяйства, особенно сельского хозяйства и всех остальных сфер. Просто сплоченная команда, которая выполняла свою работу без всякого натяра. Поэтому у нас сегодня задача стоит о том, чтобы удержать это первенство и далее. Мы над этим работаем. Я думаю, что результат должен быть. Перед початком расистого схода гостям демонстрируется выстава, на которой представлены досягнение предприемства за последние годы. Перамоги на шматликих престижных международных конкурсах свежать, что нам саправды и есть чем гонориться. Далее дзеяне переходят в актовую залу областного культурного центра. Сирот присутных – представники розных галин народной господарки. Дипломы и посвящения в занесении на дошку гонору отримливают 45 субъектов господарения. У приватности сирот промысловых предприемств – Гомельский радиозавод, химичный завод и Мазырсоль. Лепшее сельгазпродприемство – открытое акционерное товарыство из тях родимой Туровщина – КСУП «Саугазкомбинат Зара». Дареча, пошни в списе переможцов находятся не у першиню, яка изнашая керавництва, перш за все добрые выники досягаются, дякую за згуртованность коллективу и зладженной працы. До того ж необходимо не стоять на месте, а постоянно шукать резервы для новых досягнений. Тогда общий уровень ведения хозяйствования именно на селе, конечно, возрастет и, конечно, будет меньше проблем, а только будут результаты, потому что все-таки государство за последние годы, особенно за последние пять лет, очень много вложило в сельское хозяйство. Поэтому уже действительно настало время нам оправдать все кредиты, авансы, которые были выданы в предыдущие годы. В минулом году промысловым комплексом региона вырублено продукции на 9,5 миллиардов долларов, когда 60% он укировывается на экспорт. Сероид гандлевых партнеров – больше, чем 100 краин света. Головная задача на перспективу – повеличивать объемы вытворчести при снижении выдатков. Однако приоритетом повинны заставаться клопот о людях и оборона их працовных правов. Права трудящихся всегда защищались и защищаются в нашем государстве. Право на труд имеет каждый гражданин, в том числе и в Гомельской области. У нас очень четко работает система профсоюзов по защите прав трудящихся совместно с органами государственной власти. Сегодня все делается для того, чтобы простой человек, человек труда чувствовал себя комфортно в любой сфере. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко. Телерадоя компания «Гомель». Подарунком до дня працы гомельчанам стало открытие городских фонтанов. Напереда дни для кожных фонтана разгорнулись концертные и выставочные пляцовки. Светкой открытия сезона у района города стала Ганна Ковалева. Сезон фонтанов у Гомеля открыл один из самых молодых, размещанный поблизу кинотеатра «Мира» в Новобелецком районе. Нынавито тут, а не из-за инших, с устрела горожан пляцовка массовых от подшинку и узнялися увысь бруи воды. Побыч с фонтаном разместили целую выставочную аллею декоративно-прикладной творчасти. Один наш фонтан находится в зоне отдыха пруды. Это фонтан с подсветкой, звукомузыкальный. И один фонтан, который мы открывали в канун дня города, это фонтан, на котором мы сегодня с вами находимся. Традиционно каждый год, в дню трудящихся, мы открываем наши фонтаны, запускаем для наших жителей, для того, чтобы люди приходили, могли отдохнуть, порадоваться. Эстафету у Новобелецкого района принял центральный. Тут сезон открыли для самого великого фонтана, размешанного калягомельского цирка. У адрознений от Новобелецкого района тут можно было убачить как готовые творческие работы, так и процесс их створения. А гуки бурливой воды дополнила живая музыка. Эта площадка вообще очень излюблена у гостей города и, конечно, у жителей города Гомеля. Здесь цветовая феерия, водная феерия, здесь такое прекрасное учреждение культуры, как Гомельский цирк. Здесь очень много молодежи, много мам с детьми. Конечно, мы пришли сюда, на самую главную площадку. Во унисон с центральным районом запустили фонтаны у советским и чеунышным. У каждым из них прошли концертные программы, где выступили лепшие творческие коллективы районов. Ни один с фонтанов города не был запущен и со сбоями. На угол задолго до открытия сезона пройшла их комплексная проверка и очистка. Затым отбылося некольки пробных запусков. Усего областного центра запустили 9 фонтанов. Радовать граждан, гостей Гомеля, яны будут до Кострышника. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Гомельский химический завод селита снизил саби кошт продукции на 7,5%. Якие на керунке экономичной деятельности предприемства оказались наибольша эффективными, як оценьвая перспективы работы химзавода, яго керавництва. А так само, хто зможе отрымливать безнаявные субсиды на оплату коммунальных послуг. А в этом не только пойдет размова у черговым выпуску экономичной доветки. Глядачоу так само чекая знакомства с ценами на штучные кветки до радовницы на рынках Гомеля. Глядите программу одразу после выпуску новинов на телеканале «Беларусь4.Гомель». Господарки региона протягиваются обу кукурузы. Подадзенных на сенях этой работы выкананы амаль на третье отведенных площав. Все летопад кукурузу в области выделено 325 тысяч гектаров. Со станом справ на палетках Брагинского района ознайомился Яуген Пабалавец. На палях Брагинского района техника працует весь светловый день. Устиснутый час треба посеять кукурузу и предугледить полтора годовый запас кормовой базы. Як свержает специалисты, серьезных пирожкот к этому нема. Сегодня созданы все условия. Топливом хозяйство обеспечено запасными запчастями. Также хозяйство насчитывает 6 энергонасыщенных тракторов. На сегодняшний день они все в работе. Работаем без выходных, так как сегодня сроки посева кукурузы ограничены. Для этого створаются все умовы. Заработная плата налишивается по повышенной ставце. Техника працует амаль без перепынку. Сприяя и на дворье. Это дает надею на не адренную раджай кукурузы, а зимых и яровых культур. Прошлый год он был своеобразный по погодным условиям. Была серьезная засуха, в том числе на территории Брагинского района и Гомельской области. С учетом погодных условий весны, конечно, они отличаются от прошлого года. И надежда есть, конечно, что мы соберем не 70% от уровня прошлого года. А я думаю, выйдем на хороший показатель, на показатели 2014 года, а то и надеемся на выше. Кукуруза пасейна на 16% площадь и аж 56% земли подрыхтована до сяубы. Плануется, что агульная площадь под этой метой складе около 15 тысяч гектаров. Завешить сяубу кукурузу в Брагинском районе треба до 10 мая. Евген Паблавец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Браконьерские угодзи, так природохоуники, інший раз называют акваторию Сожа-Лявески-Скиток в Гомельском районе. Звилистая рыбная затока окружена приватными домовладаннями. Не жей узровню воды, а путана сплятсеннями сеток. У инспекции аховы живёльного и рослинного свету об таким становище ведают. Таму часто наведывают гэтая мясціны. У Чарговый позаплановый визит на затоку инспекторы убачили рыбаков, один из которых был на лодце, что у гэты перед заборонена. А леж мясцовые же хары, один из которых ранее уже траплял у поля зроку природохоуников, пайшли на парушэнне. До речи, або два затриманные – беспрацовные. При их знайшли забороненную приладу 50-метровую сетку. В рыболовных угодьях Гомельского района, а именно вблизи деревни Скиток, на реке Сож, было задержано два гражданина, которые с использованием деревянной лодки кустарного производства и трех запрещенных орудий любительского рыболовства, рыболовных сетей, добывали озерно-рычные рыбы. Вред причинений окружающей среде составил 195 базовых величин. На место вызывала следственная оперативная группа Гомельского РОВД решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают исправительные работы до двух лет. Международная конференция под назвой «Актуальные питания физики и техники» пройшла на базе Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Ее удельниками стали студенты из Беларуси, Украины, Словакии и Германии. Катярына Сапельникова с подробностями. Студенты переважно третьих-четвертых курсов представили свои науковые распроцовки и аналитичные доследования. Особливую увагу докладчиков притягнули темы оптичных зъяв, плазмохимии и вакуумного нанесения покрытия. Сирот самых актуальных тем так само применение сучасных величальных методов для оптимизации вытворчего процесса, скорочения документа-зворота, автоматизации рабочих мест, а так само поширение онлайн-махчимостей корыстальников интернету. Я надеюсь, что участие в этой конференции, ее проведение будет способствовать, во-первых, повышению качества подготовки, ну и позволит повысить интерес молодых людей к новым знаниям, что является, пожалуй, самым важным. Адукационный проект ЦЕРЭС, в рамках якого прошла конференция, реализуется уже около двух годов. Головный его координатор – Жилинский университет у Словакии. Мета-науковых сустреж забеспечит взаимодействие предприемства выкладчиков и студентов. На даденый момент некольких гомельских наученцев уже опубликует свои науковые працы у тематичном часописи ЦЕРЭС. А в перспективе – практичный обмен ведами и занятки за мяжой. Речь идет о том, чтобы люди, получившие какое-то образование в Европе, могли вернуться обратно в Беларусь, тем самым внести в пользу развитие экономики Беларуси. Речь идет о установке глобальных приоритетных связей между различными вузами, как Беларуси, так и Европой. Катерина Сапельникова, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». Актрисы областного драматичного театра Наталья Задорина и Александра Бычкова стали гостями проекта «Культурные люди». Свои вопросы им пришли задать студенты, коллеги и аматеры театрального мастерства. Диалога держался динамичным и конструктивным. Гости поделились творческими планами. Сейчас у областного драматичного театра рихтуют новый, современный взгляд на классический твор Ромео и Джульетта. В театрах она ставится обычно классическое, а здесь будет что-то такое совсем наоборот, совсем в другую сторону. Неизвестно, будет это понято, не понято, принято или не принято. Вот мы все ходим и думаем, нам интересно. Поэтому мы ждем премьеру, чтобы узнать, как зрители на это отреагируют. Сустречи в рамках проекта «Культурные люди» проходят раз в месяц. До этого гагамельчане имели макшимость сустреца с режиссером Пятром Свердловым, музычной группой «Лайт Саунд» и дрыжером Мурадом Асуилом. У ближайших планах запросить до диалога у библиотеку имя Герцена представников вядомой церковой династии, братов запашных. И об спорте. 20 лицензий на удделу олимпийских гульнях у Ре де Жанейра, у скарбонцы спортсменов Гомельской области. У представников легкой атлетики по культ 4 пропуски. Реальная макшимость пополнить национальную команду, якая отправится у Жнивню в Бразилию, есть у шматборцев Андрея Краученки и Эдуарда Михана. Адразу после вертанни из испанского сбора спортсмены завитали у Гомель. Представництво национальных олимпийского комитета у Гомельской области оказало им материальную допомогу, каб ничто не отягывало увагу от подрыхтовки до завоевания лицензии. Або два тольки узнавилися после травмов и поспели засумывать по великим спорте. А тому зараз настрой только на самые высокие выники. Эдуард Михан различивая выконать квалификационный показчик у 8100 очков на чемпионате краины, який отбудется у Червени. По прошлому году получил относительно серьезную травму. Вроде даже все в прошлом залечил. И относительно уже можно тренироваться во всем мощи и показывать достойный результат. А вот Андрей Краученко за лицензией отправится на замежные турниры. Буду за границей, наверное, это 200% что за границей. И, наверное, через месяц буду в... Ну, вот я говорил, уже либо в Австрии, либо в Чехии. Первый старт будет. Я уже полтора года же вот чемпионат Европы выиграл, это мои последние соревнования были. Потом лечился. И вот все, уже сейчас желание так накопилось. И это была почняя информация о выпуске. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам добрых новинов. До новых встреч в эфиры. Редактор субтитров А.Семкин